Поглашу аплодисменты предновогодний случай на телевидении. У нас в гостях начальник милиции... Красавчик. Что красавчик? Скажите, красавчик, начальник милиции. Послушайте, это серьезная передача. Вам жалко, что ли, сказать красавчик? Хорошо. В гостях у нас начальник милиции, красавчик... Красавелла. Слушайте, закончится у вас перечень это? Что жалко, что ли, сказать красавелла. Все, красавелла и все. У нас в гостях начальник милиции, красавчик, красавелла, красопед, начальник милиции, всего Прикавказья и всего Махачкалы. Что значит всего Махачкалы? Это ж не по-русски. А что мне сказать, всея Махачкалы? Хорошо, начальник милиции, всего Прикавказья и всего Махачкалы, Тимур Бек Бербендыков. Здравствуйте. Здорово. Скажите, Тимур Бек. Скажу, пожалуйста. Скажите, вот зачем вы отпустили на свободу опасного преступника и рецидивиста Рафика? Во-первых, Рафик ни в чем не виноват. А что, будет и во-вторых? Нет. Рафик ни в чем не виноват. Ни в чем не виноват. А как же вот это избиение? Какое избиение? Вы анекдот знаете, когда человек приходит к подруге, звонит в дверь, говорит, Лену позовите? Мать говорит, Лены нет дома. Он говорит, и тем не менее позовите. Вот перефразируя этот анекдот, хотелось бы отметить, что и тем не менее Рафик ни в чем не виноват. Никакого избиения не было. После этого случая Рафик прибежал в отделение к нам и все мне досконально в кабинете рассказал. Дело было как, в ту злосчастную ночь. Рафик и его друзья-тяжеловесы-дюдаисты, маленькой группой, человек 300-400, мирно курили возле подъезда. Два часа ночи. А этот скрипач, он вышел из подъезда, демонстративно вошел в круг, начал дюдаистам вот так дерзко в глаза смотреть. Они говорят, товарищ скрипач, уходи. А он взял скрипку, начал бить об двери подъезда, говорит, вот что с вами будет, вот что будет. Взял себя за затылок, волосы и в окно первого этажа, на, говорит, вот что с вами сделаю. И демонстративно потерял сознание. Рафик прибежал к нам в отделение, говорит, вот так и так, я, тем не менее, ни в чем не виноват. Хорошо, а что вы скажете об этом изнасиловании? Никакого изнасилования не было. В это злосчастное утро, это уже Рафик потом рассказывает, он говорит, я проснулся и чувствую, что сегодня будет изнасилование. И говорит, чтобы не компрометировать свое лебедо, это его слова, я таких не знаю. Он выпил ящик водки, побежал в лес и спрятался за кедром. А эта гражданка, она целенаправленно пошла по лесу, по запаху нашла Рафика, его по запаху легко найти. Связала, самоизнасиловалась, демонстративно потеряла сознание, Рафик прибежал тут же в отделение, в этом я его поддерживаю, и все рассказал, говорит, и тем не менее, я ни в чем не виноват. Ну а как же вот этот вопиющий случай на свадьбе? Какой вопиющий случай? На какой свадьбе? Дело было вот как. Рафик рассказывал пошлые анекдоты, и тут отец невесты начал перебивать его пошлые анекдоты тостом про воспоминания. Рафик говорит, извините, если вы не хотите слушать меня, я поехал. Вышел мирно, культурно, задев двух-трех человек случайно, зашел, сел в свой джип, завел тут отец невесты, выбежал, и как головой об передний бампер, говорит, стоять! Рафик вышел, говорит, это джип, зачем ты ломаешь человек? Он перебежал, выхватил домкрат из багажника, в себе в голову, говорит, вот что с тобой будет, вот что! Лег под передние колеса и кричит оттуда Рафику, ты отсюда, говорит, уедешь только через мой труп. И вот Рафик через его труп приехал к нам в отделение, зашел к нам, лично в мой кабинет зашел, лично в мой кабинет, подходит ко мне Рафик, говорит, папа, ты поверь, говорит, я не учен, говорит, не виноват. Я понял, что общество нашей страны очень вредно действует на Рафика. И мы по федеральной программе выделили 600 миллионов рублей и отправили Рафика на пожизненное лечение в Монте-Карло. Поверьте, он оттуда больше никогда не вернется. И слава Богу! Это была Криминальная Россия. У нас в гостях был начальник милиции. Красавчик, красавчик, красавелый, красопед. Тимур Бек, Бербендыков. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, дорогие друзья. Тимур Батрутинов, Гарик Бортиросян. Пока.